Рабыня и Заура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Настоящее признание в любви, а не объявление о розыске беглых рабов. Обратите внимание, он пишет, что рабыня сбежала вместе с двумя неграми, с супружеской парой, а дальше тот, кто ее задержит, получит 10 тысяч. Похоже, он хочет вернуть только свою ненаглядную Изауру, а не всю Троицу. И это странно. Прекрасно. По-моему, ты прав. Наверное, он действительно влюблен. Хозяин влюбился в необыкновенную рабыню. Когда вышла эта газета? Дни и 10 назад. По-моему, Андра купил такую же сегодня утро. Да. В провинцию газеты приходят с большим опозданием. Я купил ее, чтобы прочитать насчет закона о рожденных на воле. Это интересно нам всем. Мрачное совпадение. Похоже, мы пропали. Нам больше не о чем мечтать. Сколько газет прислали в Барбасену? Не так уж и много, наверное. Да всего несколько штук. А что, если Андре попробует узнать, кто купил эти газеты? По-моему, Санта неплохо придумала. Но что это даст? Мы бы выяснили, кто бы мог обратить на нас внимание. Вот и все. Наверное, их много. Нет, Изавра. Думаю, нужно спросить в лавке у сеньора Жоакина. Он наверняка знает, сколько газет пришло и кто их купил. А, по-моему, это еще опаснее. Наверное, но попробовать стоит. А если сбежать прямо сейчас, пока не поздно? Пока сюда не добралась полиция. Куда, дочка? В какой-нибудь незнакомый город, где мы не будем знать, кто прочел объявление? Где нам будет негде жить? Нет, нет, мы решили правильно. Пусть Андре узнает у сеньора Жоакина, сколько газет прислали в Барбасену и кто их купил. Только сделать это надо очень осторожно. Ты понял меня, Андре? Не беспокойтесь. Я пойду прямо сейчас. Рабыня сбежала от влюбленного хозяина, и он теперь безутешен. Эта рабыня больше напоминает богиню. Чем не сюжет для романа? Занятный сюжет. Я уже говорил, этот разговор не для тебя, Луси. Зачем вы режете газету, капитан? У отца такая привычка. Он вырезает все интересные заметки. Он собирается заняться литературой в будущем, когда станет посвободнее. Да-да, в этих вырезках хватит сюжетов для полдюжины романов. О чем говорится в последней вырезке? Эта тема не для тебя. Не любопытничай, Луси. Я распоряжусь подать напитки. Эта вырезка займет достойное место в моей коллекции. Эту женщину я просто обязан пригласить к нам на свадьбу, Таис. Она очень добрая, советник. Я никогда не забуду, как она старалась помочь Эзауре. Вы хотите нарушить все нормы общества и традиции? Лозные ценности и традиции этого общества противоречат нашим представлениям о справедливости, отец. Извините, что я невольно принес раздор в ваш дом в этот праздничный день. Простите меня. Ничего, Аматоза, не волнуйтесь. Мы сумеем договориться. Ну, а вы собираетесь к нам на свадьбу? Конечно. Мне нужно лишь съездить за Ниней. Хочу поблагодарить вас и Ниней, Аматоза, за то, что вы заставили нас вспомнить об этом. Я бы не смог спокойно жениться. Я также считаю, что наш брак не получил бы благословения, если бы, заключив его, мы бы незаслуженно унизили такую прекрасную женщину, как Донна Кармен. С вашего позволения. Я очень сожалею, что обидел вас, не отправив приглашение к Амандору. Да, мне очень горько, советник. Но дело сделано, хорошо это или плохо. Теперь мы не успеем его пригласить. А может, все-таки успеем? Леонор, подумай сама, Таис. Гости, наверное, уже собираются. Отправить приглашение будет лицемерием чистой воды. Вы меня звали? Да, Леонор. Распорядись, чтобы поскорее заложили коляску. Да, сеньор. Ты поедешь к командору домой в день собственной свадьбы? Только так я могу жениться со спокойной совестью, отец. Пожалуйста, возьми меня с собой. В таком платье, Таис. Я накину плащ. Только и всего. Если об этом узнают, о нас будут долго говорить в столице. Для меня чистая совесть гораздо важнее условностей. Едем, милый. Едем, милый. У нас мало времени. Ну что? Похоже, нам повезло. Тебя никто не видел? Только старые знакомые. Сколько таких газет пришло в Барбасену? Только три. Три. Эту газету не продали. Она у меня. Значит, остается еще одна газета, да? Ее продали, так? Да. Ты не пробовал узнать, кому? Пробовал. Синьор Жойкин в лавке ничего не заподозрил? Кажется, нет. Кто купил третью газету? Какой-то капитан Андрада. Он очень богат и большой любитель газет. Покупает чуть ли не все. По-моему, я уже слышал о нем. Он плантатор. Ведь верно? Он разводит скот на Фазенде. Он сосед синьора Алваро. Я знаю, где он живет. Вы отпустили ее в таком виде? А что я мог поделать, Дона Алба? Преградите ей дорогу с пистолетом в руках. Господи, у меня просто нет слов. Скоро начнут собираться гости. Таис, на улице, в подвенечном платье. Они не успеют вовремя. Нам нужно успокоиться, советник. Да, молодежь нынче сумасбродная. Времена изменились, Дона Алба. Но вы уже должны венчаться. Что случилось? Мы обо всем узнали. О чем вы узнали? Вы и Дона Кармен не получили приглашение на нашу свадьбу. Это к делу не относится? Вы уже должны быть в церкви. Только вместе с нашими добрыми друзьями. Мы не знали, что отец не отправил вам приглашение. Нам сообщили об этом лишь сегодня утром. Иначе мы бы приехали раньше. Одевайтесь, пожалуйста. Мы подождем. Но это какая-то ерунда. Почему? Мы приехали вас пригласить. Жених и невеста часто приглашают самых близких знакомых. Но это противоречит всем обычаям. Давайте будем откровенны, командор. Вы тоже женились на Донни Кармен вопреки всем обычаям. Так что не вам говорить. Подумайте и соглашайтесь, командор. Хорошо. Я понимаю, сколь великодушно вы поступаете сейчас, но этого достаточно. Мы убедились в истинности ваших дружеских чувств к нам. Алмейда прав. Я... Я очень тронутая. Извините. Гости, наверное, уже ждут вас. Пожалуйста, отправляйтесь венчаться. Мы благословляем вас и желаем счастья от всей души. Езжайте, опоздайте. Мы никуда не поедем, командор. Нет, нет. Ваш приезд сюда был проявлением дружбы и заботы, но... Нет, командор, мы не уедем без вас и Донны Кармен. Прошу вас, Донна Кармен, одевайтесь. Я могу объяснить, как попасть на фазенду этого капитана Андрадой. Я понимаю, как это сделать. Что ты предлагаешь? Чтобы отец забрался к нему домой, словно вор? Чтобы он украл газету? Нет, Изора. По-моему, Андре прав. Нам нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда капитан Андрада прочитает объявление и заподозрит, что мы находимся в барбасейне. Мы должны действовать. Вы собираетесь отправиться к нему на фазенду и попасть в дом? Я принесу вышивку на продажу. Но это безумие, отец. Риск слишком велик. Мы и так дрожим тут от страха. Вы собираетесь сунуть голову в волку в пасть? Я посмотрю, читали газету или нет. Я уже побывал здесь на многих фазендах. Газеты обычно лежат в гостиной. Твой отец прав, Изора. Он может попробовать вырвать объявление, и нам будет незачем волноваться. Не забывай, это единственная газета, которую купили. Но его могут арестовать, как только он придет в дом к этому человеку. Ради этого можно рискнуть. Пожалуйста, одевайтесь поскорее, Дона Кармен. Мы подождем, сколько будет нужно. Вы наша самая дорогая гость. Вы так нас порадовали. Нам незачем появляться в церкви. Твоему отцу это не понравится. Мы приехали не в тайне от отца. Он знает, что мы хотим вас пригласить, и сожалеет, что не сделал это вовремя и сам. Пожалуйста, Алме и Динье. Я хочу поехать. Я обожаю свадьбы. Ну ладно, тогда одевайся. Это одно из самых радостных событий в моей жизни. Я сейчас приду. Я быстро. А если этот человек прочитал объявление? Если он знает о нас? Он догадается без труда. Это просто как дважды два отец. Я все-таки хочу рискнуть. Или мы попадемся, или будем дальше жить в Барбасене более-менее спокойно. Лучший способ бороться с опасностью встретиться с нею лицом к лицу, Изаура. Я уверен, ничего не случится. Думаю, я заберу эту газету или в крайнем случае вернусь целым и невредимым. Да поможет тебе Господь. Спасибо. 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 Мне понравилось венчание. Жаль только, что с нами нет Тобиеса. Он бы сейчас порадовался за сестру. Советник, свадьба удалась. Только между нами нам помог Господь. Еще немного, и гости собрались бы раньше молодых. Таис, я плакала, когда вы венчались. Я еще не видела такой красивой невесты. Вы не представляете, как мы рады, что вы пришли к нам на свадьбу. А я рада, что вы не забыли о нас. У вас прекрасная душа. И я глубоко благодарна за то, что вы пытались сделать для Изауры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А почему сеньор Леонсио не пришел на свадьбу? Ани-ни-ни-ни, не спрашивай об этом ни у кого. Я разговариваю только с тобой. У него неважные отношения с Энрике. Почему? Не знаю о ней. Это еще с тех пор, когда он был женат на сестре Энрике. Семейные дела и незачем вмешиваться. Незачем. Ты прав, Жозе. Поверь, я спросила не со зла. Просто я увидела командора, и мне стало интересно. Он напрасно поехал. Успокойся. Нас могут узнать. Это слишком опасно. Любой, кто читал объявления, знает и о вас тоже. Я считаю, что сеньор Мигел прав, Изаура. Не надо прятаться от проблем. Если этот человек или кто-то другой прочел объявление, нам конец. Но если сеньор Анселма вернется целым и невредимым, мы будем жить спокойно еще некоторое время. Это лучше, чем сидеть, сложа руки и ждать, когда сюда заявится полиция. Какая красота. Такая же, как та, которую подарил нам Алвара на той неделе. Да, по-моему, так. Ну-ка, покажи, я хочу сравнить. Вы давно живете в Барбасене? Нет, сеньор, мы приехали недавно. Кто вышел эту салфетку? Моя дочь. Мы перебрались сюда после смерти моей жены. Нам было нелегко оставаться в столице. Вышивка очень красивая. У вашей дочери настоящий талант, сеньора Анселма. Слава Богу. Да. Это одна и та же рука. Я знаю, о ком вы говорите. Сеньор Алваро купил эту салфетку у меня. Вы были у него на Фазенде? Да. Давай купим еще две, Каролина. Две? Они очень красивые, пойдут в Луси и в Придан. Какой Придан, отец? Ты скоро выйдешь замуж. Он знает сеньора Алваро? Конечно, Санта. В таком городе, как Барбасена, все богачи знакомы друг с другом. Вдруг он расскажет ему про нас, и тот что-то заподозрит. Вряд ли. Почему? Я уверен, у них никто не читал это объявление. Почему вы так решили, отец? Я несколько раз повторил, что салфетки вышивала моя дочь. Если бы они его прочли, они бы сразу насторожились. Да, даже если прочли, то не обратили внимания. Значит, нас никто не заподозрит. Сеньор Мигел Прафузаура. Чем ты так встревожен? Вы еще спрашиваете. Я понимаю. Ты думаешь о долгах, которые надо вернуть? Да, думаю. Что значит, да, думаю? Я сейчас больше думаю, как поскорее выдать замуж Анинию и выйти из этого глупого положения. Не надо, Жозе. Твоей сестре может не повезти с мужем, и ты сделаешь ее несчастной. Почему? Разве Энрике Фонторо был неподходящим женихом? Я так не говорил, но об этом теперь нет смысла даже думать. Поэтому мне нужно найти другого жениха. Аниния должна выйти замуж и как можно скорее. Как видите, я уже почти совсем поправился. Я очень за вас рад. Я даже уезжал из дома утром. Надо было повременить, сеньор Анселма. Ничего, нога больше не болит. Ну, если так, прошу прощения, сеньор Алваро. Мне нужно выйти в огород. Вдруг Андре что-нибудь понадобится. Вы не будете против, если я оставлю вас ненадолго с дочерью? Ну, что вы, нет ни в коем случае. Тогда я прошу прощения. Вам нравится у нас в барбасейне? Я редко выхожу из дома, но мне пока не на что жаловаться. Очень жаль. В вашем возрасте нужно побольше развлекаться, проводить время с подругами. Поедешь со мной? Нет, спасибо, Жозе. Я начал читать одну интересную книгу. Хочу продолжить чтение в спальне. Мы не против. Странный он, этот Леонсио. Почему? Он не захотел составить мне компанию, чтобы немного развлечься. Он наверняка еще не пришел в себя после смерти жены. Не знаю. По-моему, кроме этого его интересуют только беглые рабы. У вас были подруги в столице? В столице? Ваш отец говорил, что вы жили там некоторое время. Да, но у меня не было подруг. И чем же вы занимались? Шила, вышивала, играла на рояле, читала. Вы умеете играть на рояле? Немного. Я тоже очень люблю хорошую музыку. Жаль, что у вас здесь нет рояля. Да, согласна. Рояль бы мне не помешал. Вы любите стихи? Весна Казимира Диабрео. Вы читали этот сборник? Он мне очень нравится. Особенно те стихи о детстве. У этого поэта великолепный слог. Камоэнс? Сонеты? Вы любите и камоэнс? Пожалуйста, не трогайте эту книгу. Композитор Жоао Меррио. Оператор Милтон Болиньо. Гравюры Дебретто предоставлены фондом Каштру Майя. Производство Глоботова Интернашнл. На русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok